Уважаемые коллеги, дамы и господа, сегодня мы продолжаем наш курс микролекции о возможностях современной регенеративной медицины. И сегодня мы поговорим о руле гемопоэтических прогениторных и стволовых клеток в лечении различных форм рассеянного склероза. Мы попытаемся представить современное состояние проблемы от трансплантации аутоологичного костного мозга к разработке и созданию персифицированной глиночно-лекарственной иммунотерапии и нейрореставрации аутоиммунных повреждений в головном и спинном мозге. Что такое рассеянный склероз? Мы попытаемся достаточно кратко ответить на этот вопрос. Это хроническое аутоиммунное заболевание, которое возникает тогда, когда собственная иммунная система организма атакует собственные нейроны и повреждает миелиновую оболочку нервных волокон в различных участках головного и спинного мозга. Это нарушает проведение электрических импульсов в мозге и дезорганизует коммутацию информации между различными отделами мозга и различными органами. Заболевание называется рассеянным, поскольку поражает многие отделы головного и спинного мозга и склерозом, поскольку приводит к склерозированию или рубцеванию тканей, формированию бляшек. Заболевание достаточно распространено, встречается с частотой 10-60 человек на 100 тысяч населения. По данным Израильской ассоциации рассеянного склероза, около 3 миллионов человек во всем мире страдают этим заболеванием. По данным Европейской ассоциации больных с рассеянным склерозом, такое количество составляет где-то 2,3 миллиона человек в мире. В чем смысл этого заболевания? Страдает непосредственно миелиновая оболочка нейрона. В результате того, что под воздействием антител, вирусов, бактерий и антигенов появляются достаточно агрессивные активированные клетки. Это макрофаги, это B-клетки, это T-клетки, это моноциты. Эти клетки через нарушенный гематоэнцефалический барьер попадают в область нейрона и разрушают его миелиновую оболочку. Вот видно миелиновую оболочку, которую разрушают воспаление, которое приводят эти клетки. Итогом этого является появление склерозированных рубцов и бляшек, которые мы можем видеть прекрасно на магнитно-резонансной томографии как в головном мозге, так и в спинном мозге. Мы не будем говорить о патогенетических аспектах, мы скажем другое. Мы поговорим о методах лечения рассеянного склероза. Их достаточно много. На этом слайде представлены основные. Это гормонотерапия глюкокортикоидов, плазмофорез, плазмообмен, иммунотерапия новым поколением препаратов на основе моноклональных антител, препаратов, влияющих на тонус мышц и ходьбу, различные методы физиотерапии и реабилитации, структурно-резонансная терапия, нейрохирургические методы лечения. Мы поговорим о тех наиболее эффективных методах лечения, фармакологических, которые сегодня существуют. Ну, во-первых, и о их стоимости. Это достаточно дорогое лечение. Стандартная терапия больного на протяжении лет обходится где-то полмиллиона рублей. Стоимость двух курсов лечения препаратом Алимтузумаб или Лемпрада по 12 мг составляет 5 миллионов 842 тысячи рублей. Стоимость препарата Натализумаб или Тизабрия составляет где-то 2 миллиона 580 тысяч рублей. А стоимость препарата на курс лечения на 2 года бета-инферферона 1-альфа, который применяют достаточно большое количество пациентов, составляет 7 миллионов. То есть, лечение достаточно недешевое и, естественно, болеть сегодня очень накладно. Но сегодня мы постараемся поговорить о другом направлении лечения рассеянного склероза. Это с использованием различных видов клеточной терапии. Впервые с возможностью клеточной терапии я ознакомился, будучи в Боне, у профессора Олафа Брюсли в Германии вместе с академиком Ярыгином в 2005 году, где профессор Брюсли нам показал, что на моделях животных он продемонстрировал, используя фитальные олигодатроциты, как можно восстановить поврежденные миелиновые оболочки нейронов. Мы были с академиком Владимир Никитичем Ярыгином просто поражены тем возможностям восстановления, однако фитальная терапия не получила дальнейшего продолжения, хотя и сегодня активно используется в Китае профессором Хуангом Хун Юнгом. Другая терапия рассеянного склероза это терапия три регуляторными клетками, которые активно развивает Светлана Нюниевна Быковская. Эту технологию Светлана Нюниевна разработала еще работая в Питтсбурге и сегодня она перенесла ее в Россию, достаточно активно применяет. И, конечно, главная достопримечательность в лечении рассеянного склероза это трансплантация костного мозга после высокодозной химиотерапии и трансплантация или пересад кардиомпоэтических CD34-CD45-HLA-DR стволовых клеток после ионизирующего облучения и высокодозной химиотерапии. Сейчас мы поговорим о трансплантации костного мозга в этой первой части. Трансплантация костного мозга впервые, в общем-то, была предложена группой греческих ученых под руководством доктора Фасос. И это произошло в 1997 году. В настоящее время европейская группа по трансплантации костного мозга при рассеянном склерозе насчитывает 350 трансплантаций костного мозга. Всего в мире выполнено 720 трансплантаций костного мозга. Первая операция в пересадке костного мозга при рассеянном склерозе в России была выполнена по протоколу европейской группы трансплантации костного мозга в военно-медицинской академии кафедрами гематологии, клинической иммунологии и нервных болезней. В настоящее время в европейской группе трансплантации костного мозга зарегистрировано 320 больных, которые прошли это лечение. В России эти данные собираются российской кооперативной группой по пляжной трансплантации, которая в настоящее время насчитывает 465 случаев проведения трансплантации костного мозга при рассеянном склерозе. Что лежит в основе этого метода? Теоретической основой для разработки метода трансплантации костного мозга при рассеянном склерозе стали эксперименты, которые продемонстрировали, что при рассеянном склерозе стволовая гемопоэтическая полипатентная клетка генетически стабильна. Аутореактивный клон Т-лимфоцитов образуется на более низком уровне клетчатой дифференцировки. Поэтому если путем использования подавления иммуноаблативной терапии костного мозга с последующей трансплантацией костного мозга можно добиться того, что радикально очистить от патологического клона и Т-лимфоцитов лимфатическую систему и затем восстановить нормальную иммунную систему. Сама идея, в общем-то, основана на том, что изменения, приводящие к формированию клона этих вот агрессивных клеток, все-таки происходит не на уровне стволовых клеток. Это главное. На практике этой задачи справляются с помощью высоких доз иммуносупрессором либо облучением лимфоидной системы организма. Затем здоровые стволовые клетки как бы вносят в зачищенную строму костного мозга и в дальнейшем из них формируется уже клон ауторезистентных клеток. Основные патогенетические механизмы трансплантаза заключаются в том, что при глубокой иммуносупрессии происходит значительное редуцирование полуаутореактивных вот этих Т-лимфоцитов, подавлении, репрограммирование иммунной системы с восстановлением толерантности вот этим аутоантигенам и стимуляция ремилинизации с участием стволовых кроветворных клеток. Соответственно, показания к нему достаточно ограниченные. Сегодня единственным показанием к трансплантации костного мозга при рассеянном склерозе является ремитирующее течение рассеянного склероза с тремя и более обострениями. В противопоказании масса, тяжелые заболевания, значительные изменения функции почек и печени, инфекции. Также не то, что если больной отказывается подписывать информированное согласие. Выделяют три вида трансплантации костного мозга при рассеянном склерозе. Ранняя трансплантация, этапная трансплантация, трансплантация спасения. Ранее приводится в дебюте заболевания. Этапная трансплантация при выходе заболевания из-под контроля традиционными методами лечения. И трансплантация спасения, когда в далеко зашедших случаях заболевания при высокой активности иммунологического процесса и быстром прогрессировании инвалидизации больного делают трансплантацию. Однако не всегда трансплантация хорошо и легко заканчивается, потому что существуют определенные факторы замедленного восстановления. Например, малое количество гемопоэтических стволовых клеток трансплантации и малое количество вообще Т-клеток. Восстановление может наступить значительно позже, и больной просто не доживет до восстановления. Однако, в целом, позитивных результатов достаточно много. По данным российской кооперативной группы, в 68 процентов случаев она безопасна и не вызывает системной токсичности. При терапии гемопоэтическими стволовыми клетками возможно проведение высокодозной иммуносупрессии, которая способствует выраженному результату. Логичная трансплантация гемопоэтическими стволовыми клетками подавляет системную воспалительную реакцию, ассоциированную с прогрессированием заболевания. Индикатор обязательно строгого отбора больных, когда летальность меньше одного полутора процентов, связанных с операцией, позволяется добиться вот этим вот четким отбором больных. И надо бы сказать, что все так красиво и хорошо, потому что я зачитываю данные, собственно, российской кооперативной группы. У нас у самих есть собственный случай больной Елены 48 лет. В течение 11 лет после аутологичной трансплантации у нее нет заболевания. Здесь мы представляем график, на котором видны вот новые клинические проявления. Это один, вот они были до трансплантации сбора, дальше клинических проявлений практически не было. И мы видим, насколько восстановилась больная после этой операции. В 11 лет у нее нет ни одного рецидива. И таких человек у нас 10. Но есть и другая сторона этой красивой золотой медали. Это осложнения и недостатки, о которых почему-то никто не говорит. Все говорят, что все так здорово, все так хорошо. Но наблюдая результаты работы кооперативной российской группы, мы заметили целый ряд больных, у которых есть определенные проблемы. Ну, во-первых, по сегодняшним данным, смертельный исход после трансплантации костного мозга 1-1,5 процента, как говорят. Это может быть, конечно, очень выверенный, но любые трансплантации костного мозга имеют смертельный исход от 6 на 30 процентов. Это абсолютно известные цифры. Методическое Министерство обороны Российской Федерации по лечению трансплантации костного мозга рассеянного склероза дает 6-9 процентов смертельных исходов. Европейская вот эта группа дает 1-2. Может быть, они, конечно, более совершенные, более эффективные, но есть и другие вещи. До 5 процентов случаев существуют посттанктуационные тяжелые нарушения свертывающей системы крови, о которых почему-то никто не говорит. Тромбозы, тромбоэмболиз, риски внезапной смерти и необходимости установки кавафильтров. У нас совсем недавно была больная, которая лечилась в одном из ведущих учреждений нашей страны с тяжелейшими тромбофлебитами, с тяжелым ей поставлен кавафильтром, но тем не менее больная не ходит. У нее нет обострения рассеянного склероза. За счет неправильного восстановления гемопоэза, за счет тромбоцитарного ростка, ее система свертывания грубейшим образом нарушена. В ряде случаев, когда применяется аллогенная трансплантация, приходится применять иммуносупрессивную терапию иммунодепрессантами, что формирует определенные иммунодефициты вторичные. В 20 процентов случаев, как и любая трансплантация, если используется иммуносупрессивная терапия, то в 50 процентов ритм возникновения злокачественных заболеваний. То есть, не все так хорошо, как нам бы хотелось. Что делать пациентам, у которых непрерывно прогрессирующая форма рассеянного склероза? Что делать ослабленным пожилым пациентам с сопутствующими тяжелыми заболеваниями? Как избежать вообще риска смертельного заболевания? Как справиться со осложнениями, неадекватно возникающими нарушениями свертывающей системы? Что сделать, чтобы отремонтировать очаги в мозге, чтобы восстановить человека? Ведь трансплантация костного мозга не восстанавливает демилинизирующие повреждения нервной ткани в головном мозге и не изменяет степень инвалидизации. У нас у самих 15 лет назад есть случай, когда мы, пойдя на поводу родителей больного с рассеянным склерозом, тоже получили смертельный исход. И с того времени мы достаточно ограниченно применяли. Вот за практически 15 лет мы сделали всего 10 трансплантаций. Вопрос стоял, что делать дальше? Можно ли придумать альтернативу? А можно ли снизить риск исхода негативный? И нами была разработана принципиально новая философия для лечения больных с рассеянным склерозом. Вот этому посвящена вторая часть нашей работы. Мы поговорим о персонифицированной клеточной лекарственной иммунотерапии у больных с рассеянным склерозом.